В начале весны, когда российский КАМАЗ и немецкий Даймлер были вынуждены разорвать дружеские отношения, стало понятно, что первой жертвой этого разрыва станут грузовики поколения К5, в конструкции которых использовалось немалое количество импортных комплектующих. Ведущий мост, коробка передач, электронные блоки, топливная аппаратура и многое другое приходили от европейских поставщиков. Но после введения санкционных и появления логистических ограничений поток заграничных запчастей иссяк. И грузовой автогигант остался наедине со своими складскими запасами. Предполагалось, что этих запасов хватит максимум до середины лета. Однако часть необходимых деталей всё же удалось заменить на аналоги из, как принято сейчас говорить, дружественных стран, а другую доставить методом параллельного импорта. В итоге сидельные тягачи КАМАЗ-54901 вернулись на заводской конвейер уже сейчас. До конца августа Камский автозавод планирует сделать минимум 40 таких машин, а затем каждый месяц выдавать по сотне двухосников и более. Это, конечно, недокризисный, но весьма солидный объём выпуска. Особенно учитывая цену модели, которая колеблется между 11 и 13 миллионами рублей. С нового года предприятие собирается провести полное импортозамещение, так что выпуск серии КАМАЗ-5 возобновится безо всяких ограничений. Кроме того, боссы компании сейчас налаживают поставки комплектующих для грузовиков линейки КА-4. В планах камазовцев продлить жизнь этому семейству как минимум на ближайшие месяцы. Между тем, российские перевозчики остались без техники большой европейской семёрки. Это Вольво, Скания, Мерседес, Ивека и Рено, а также Дав и Ман. И возвращение современных моделей марки КАМАЗ — прекрасная новость для них, так как иначе компаниям пришлось бы закупать китайские или иранские большегрузы. О перспективной линейке камазовских среднетоннажников под названием Компас новостей тоже не поступало довольно давно. Однако, как уверяет пресс-служба отечественного производителя, модель продолжает выпускаться. Более того, недавно крупный московский перевозчик приобрёл партию из 56 бескапотников, выбрав 12-тон на исполнение. Ему полагается 166-сильный турбодизель Камминс и шестиступенчатая механическая коробка. Машины будут доставлять самые разные грузы по городским, пригородным и междугородным маршрутам. Поэтому заказчик отдал предпочтение 7-метровой тентованной платформе вместимостью 16 европолет.